Каждый успех ребенка – это радость для всего коллектива. Под таким девизом проходит каждый день работы реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Два года назад его воспитанники получили возможность развиваться в просторном светлом помещении. Что было сделано за этот срок и чем сегодня живет центр, выяснила съемочная группа. В истории центра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, было немало тяжелых страниц. За время своего существования преподавателям и воспитанникам приходилось не раз менять место прописки. Однако с момента обретения собственной жилплощади, жизнь в центре только начала набирать обороты. Прежде всего была организована группа дневного пребывания, рассчитанная на 10 человек. А для расширения спектра предоставляемых социальных услуг, педагогами были разработаны собственные образовательные программы. Мы написали свой собственный проект со специалистами, который был одобрен фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И был выделен федеральный грант в размере миллиона рублей. Мы 18 месяцев реализовывали свой пилотный проект, за счет которого мы смогли повысить квалификацию наших специалистов в различных областях. И приобрести дополнительное оборудование, реабилитационное, развивающее. За счет полученного гранта была создана сенсорная и комната Монте-Сори, помогающая развитию творческих способностей, речи и зрительно-моторной координации. Приобретены детектические материалы для педагогов, дефектологов и логопедов. С прошлого года мы стали пилотной площадкой регионального проекта, региональной программы, которая тоже реализуется совместно с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая называется «Детство без границ». Эта программа направлена на социализацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников. Так началось сотрудничество с общеобразовательными школами и Центром внешкольной работы. Теперь по достижению 7-летнего возраста у воспитанников появилась возможность продолжать обучение вместе со своими сверстниками. Сначала, когда центр открывался, детишек было не так много, но как вот стали люди узнавать, все-таки каждый рассказывает о том, у кого дети посещают этот центр, как здесь хорошо, насколько здесь дети себя чувствуют уютно. И идет развитие ребенка, он не замкнут в четырех стенах. То есть здесь идет общение социума, то есть дети общаются между собой. Число желающих получить специализированную помощь с каждым годом продолжает расти. Только в прошлом году в Центре проходило обучение 118 детей. Всего же в Конаковском районе насчитывается более 200 детей с разной степенью инвалидности. Безусловно, текущая площадь учреждения пока не позволяет увеличить число воспитанников. Получается, что помещения практически нет. Вот кровати сдвинут после сна, они могут поиграть. То есть даже игральной комнаты как таковой не существует. Они здесь и спят, здесь же играют. Сейчас перед администрацией центра стоит нелегкая задача расширения рабочей площади. Часть второго этажа здания пустует, но для его получения предстоит выполнить ряд требований, предъявляемых властями разных уровней. Поэтому вопрос пока остается открытым. Продолжение следует...